Если вы хотите собрать свою коллекцию украшений, нужно начать с броши, советовала Коко Шанель. Это универсальное и оригинальное украшение, особенно если сделано своими руками. Наталья сегодня с нами поделится особой техникой броши из шерсти, как я понимаю. Да, сегодня мы с вами выполним брошь в технике сухого валяния. Такая технология, техника известна уже довольно-таки давно. Но первая работа была выполнена полностью в технике сухого валяния, в принципе, для моего ребенка. Потому что ее как раз-то заинтересовала техника. Технику мокрого валяния мы изучили. И потом она как-то подошла ко мне и сказала, что вот я хочу попробовать новую технику. Я видела, что делают игрушки в этой технике. И вот мы с ней вместе сели и попробовали что-то сделать. Это была игрушка? Это была игрушка, да. Итак, для того, чтобы соорудить брошь, нужно приобрести шерстяную палитру. Цвета зависят от полета вашей фантазии. В качестве рабочей поверхности берем поролон. И не забудьте специальные иглы с зубчиками для сухого валяния. Они могут быть разных размеров. Чем тоньше шерсть, которую мы используем, тем тоньше размер иглы и должен быть. Мы приступаем к проработке основного элемента. Основного крупного элемента вашей работы. Ну, начнем с туловища. Вы определили, что вы делаете? Я буду делать котика. А вы? Я с собой буду делать. Хорошо. У меня будет, например, я решила, что у меня будет рыжий котик. Поэтому я беру вот такую оранжевую шерсть. Это основа у вас? Это основа будет моего туловища как раз. Я вытягиваю какой-то кусочек. Небольшой такой. После этого вы тоже одной рукой держите, второй как бы тяните. Не рвите, а тяните. Не пугайтесь, такие манипуляции вовсе не портят шерсть. Наоборот. Таким образом мы прочесываем ее и готовим для объемной броши. Выкладываем кусочки шерсти крест-накрест, путаем волокна и создаем объем. Готовый пушистый комочек выкладываем на рабочую поверхность. Все, приступаем к валянию. Берете иголочку. Что необходимо помнить? Иголки очень хрупкие. И поэтому их нужно втыкать либо вертикально и вытаскивать. Втыкаем и вытаскиваем по тем же углам. Может, под одинаково? Конечно. Что мы делаем? Мы начинаем формировать. Также думаем о том, что у нас есть объем. У нас должна плоскость. Здесь получится плоскость. Здесь у нас выпухлая часть. И так примерно час. Вы только представьте, на изготовление маленькой броши уходит около двух часов. Ну а результат того стоит. Продолжаем. Вот мы заканчиваем нашу заготовку туловища. Она стала довольно-таки плотной, ровной по форме. Уже образ вырисовывается. Да, примерно вырисовывается. Вот мой кот. Туловище моего кота примерно готово. И мне необходимо сделать маленькие ушки. Я сейчас покажу, как это делается. Я опять же вытягиваю кусочек шерсти. Теперь я формирую само ушко. Остренькое. И должна немножечко-немножечко свалять его. Иголочкой, да? Иголочкой, да. Пока Наталья делает ушки, я придаю объем броши. Добавляю шерсть на щечки и лоб совы. Лапки и хвост для кота делаем по той же технологии, что и ушки. А я уже перехожу к стадии декорирования. Осветляю щечки, добавляю белой шерсти. Делаю носик и глаза. Тут главное не потерять объема, потому иголочку не опускаем глубоко на один-два зубчика. Но тут что-то пошло не так. Моя заготовка так сильно была похожа на моего кота, что ее не удержалось. И сова медленно, но верно превращается в серого британца. Тогда мне еще нужно будет сделать ушки, да? Да, да, да. И дооформить глазки. И усики тогда. А, и усики. А усики тоже из шерсти делаются? Да, но мы сделаем их точно так же, как сделали глазки и носик. Наталья, как поживает ваш код? Вот у меня финальные штрихи. Я его заканчиваю практически. Я решила сделать... Ну, у меня такой очень смешной код получается. Кодрокер. Я бы сделала, да, да. Я бы сделала вот такой вот ирокез желтого цвета. Да, практически. В принципе, тут еще немножко нужно доработать по поводу отделки, да, чтобы фактура нашего кота, внешний вид его была более такая гладкая. И потом пришить, либо приклеить горячим пистолетом на нашу брошку. И, в принципе, брошка будет готова. Вот такая вот смешная брошка, которую могут носить. На одежде. Можно на шапке, мне кажется, будет здорово. Вот у меня получился такой... Дети точно будут в восторге.